Я приветствую вас на своем канале. Сегодня будет крутой бомбаракетный видос, которого все так долго ждали. Итак, видос на тему с Виткоин. По факту все та же тема с Виткоин, потому что под предыдущим видосом вы написали дофигища вопросов. У каждого из вас было прям дофигища проблем. И я, конечно же, готов с вами поделиться, как решить ту или иную проблему. Поэтому, ребят, представьтесь поудобней, мы полетели. Итак, ну что, ребятушки, давайте понемножечку будем разбираться с вашими проблемами. Итак, залетаем на видос. Видос набрал, кстати, неплохое количество просмотров. 19 тысяч просмотров за 9 дней. Это очень хороший показатель. И прям актив бешеный, реально. Тысячу почти лайкосов и 300 комментариев. Ну, я считаю, это очень реально крутой показатель. И за последнее время у меня ни один видос столько не набирал. Поэтому хочу сказать спасибо за проявленный актив под предыдущим видосом. И благодаря тому активу выходит сегодняшний видос. Итак, смотрим вообще проблемы, какие существуют у ребят. Итак, давайте будем понемножечку читать, что у нас здесь есть. С помощью вашего видео я потерял 103 коина. Очень хорошее начало. Я вижу, что я помог человеку. На самом деле, я не знаю, как можно потерять 103 коина. Ну, вообще, без понятия. Это надо быть каким-то уникальным человеком, чтобы у тебя есть прям максимально точная видеоинструкция. И что-то сделать не так. Но это немножечко надо быть прям, ну, прям конкретным чайником, чтобы потерять. По факту, с помощью видеоинструкции. Я не знаю, как это возможно. Но люди как-то умудряются. Итак, смотрим, какие есть еще проблемы. Так, так, так. Почему не могу вывести в Sweet Wallet? Да, это на самом деле, блин, проблема у многих. Как вообще вывести с Sweet Coin в Sweet Wallet? И на самом деле, это, ну, невозможно на данный момент сделать как-то, ну, самому, вручную. Это должно все произойти автоматически. То есть, на балансе у многих там светится, там, 5000 коинов, да, в Sweet Coin. А в Sweet Wallet 0. И многие спрашивают, почему? Почему у меня 0? Почему коины не перечислились? И на самом деле, ответ здесь очень максимально простой. Вот представьте себе, 5 миллионов пользователей используют это приложение. И этим 5 миллионам начисляются эти коины на Sweet Wallet. И по факту, ну, система не успевает делать это все и рассылать всем прям конкретно все четенько по датам. Есть, понятное дело, коррективы. Есть моменты, с которыми программа может не справляться. Или же просто какой-то баг. Это нормально. То есть, не может все работать прям на 100%. Везде есть 99,9%. В любом случае. То есть, никто вам не гарантирует, что все приложения, все перечисления коинов будут работать как часики. Нет. Такого никто вам не может сказать, потому что это программа, это робот. Есть сбои, ребят. Поэтому надо с этим смириться в любом случае. Надо ждать. Наберитесь терпения. Все, что от меня зависело. Я вам сказал, обновляем приложение. Обновляем Sweet Coin. Обновляем Sweet Wallet. И ждем. Все. Это по факту. Все. Вся инструкция, которую вам нужно знать. Итак, дальше. А если показывает Sweet в Нью-Йорк кошельке, что тогда? Я вам же говорил, что есть два способа вывода. И кто еще не знает о этих способах, посмотрит предыдущий видос. Ссылочка в описании. Если у тебя показывает в Нью-Йорк кошельке цветы, все очень просто. Перебрасывай эти же цветы также на какую-то из бирж. Это вообще максимально изи. Я не знаю, почему с такими легкими этапами люди сталкиваются, и они не могут это все решить. Я вообще не понимаю, почему. Если вы уже занимаетесь по факту такими проектами, если вы уже вскочили в этот проект, делайте хотя бы банальные вещи. То есть, по факту, это та же самая регистрация. Если ты не можешь пройти обычную регистрацию, тогда лучше тебе не лезть туда вообще. Потому что это максимально изи этап. Если будут какие-то трудности, то ты вообще посыпешься. Ты начнешь обвинять всех и говорить, что все виноваты, кроме тебя. А ты по факту даже обычную регистрацию пройти не можешь. Но это глупо, я считаю. Поэтому постарайся разобраться в этих моментах. И не надо пилить прям комментарии сразу. Как только ты посмотрел 30 секунд видео, не нашел ответ на свой вопрос, и сразу. Так, как то, как то, как то. Вот даже банально у меня здесь есть реально дофигища комментариев, где люди задают вопрос. Димон, а как вывести Светкоина на Светвалет? В видео я сказал, что нужно ждать. Что нужно обновлять приложение. Что это системная ошибка. Это людей не останавливает. Я уверен, что он даже видос вообще не смотрел. Он просто зашел и сразу пишет комментарий. А как вывести Светкоина на Светвалет? Сначала посмотри видос внимательно и слушай. Я, наверное, раз 20 писал, посмотри видео внимательно. И я там прям конкретно видео говорил, что обновляй приложение. Или же удали и обратно установи. В чем проблема, я вообще не понимаю. Дальше погнали и погнали. Сколько 100 светов в гривнах? Смотри курс. То есть сейчас курс прям Света скачет вверх-вниз, вверх-вниз. И, конечно же, никто не может прогнозировать, куда это все пойдет. Возможно, это все упадет максимально в пол. Возможно, это взлетит прям к небесам. Никто не знает. У меня 100% получилось. Спасибо. Угу, все. Все, вот это четко. Вот, вот это, вот это комментарий. Пожалуйста. Вот все сделал четненько по инструкции. И у человека все получилось. И как вы можете заметить, что на все комментарии я отвечаю. Вот, на все комментарии. Поэтому, если тебе не лень, под видосом напиши свою проблему. Я обязательно отвечу на твой вопрос. Так, дальше. Я не могу продать USDT. Смотрите, я вам показывал на примере биржи Bybit. Я прям показывал все поэтапно. И один момент я пропустил. Короче, смотрите, чтобы вам продать USDT, уже прям непосредственно вывести на карточку. Все, что вам нужно сделать, это просто-напросто перевести спот кошелька на финансовый кошелек. Это делается максимально просто. Залетаем в Bybit. Сейчас прямо покажу, чтобы никто там не обвинял меня, что я что-то прям неправильно сказал. Вот. Мы видим, что есть спотовый кошелек. И видим, что есть финансы. Здесь мы нажимаем перевести. Когда вы продадите свои цветы, у вас уже будут на балансе по факту эти USDT. И тогда вы сможете их перевести. Здесь мы выбираем USDT. У меня 0 USDT. Ну, то есть я еще цветы не продал. Они у меня просто на балансе висят. У вас здесь снизу покажет сумма к переводу. И там, образно, там 5 долларов. И здесь сверху мы выбираем спотовый аккаунт. А снизу мы выбираем финансовый аккаунт. Дальше выбираем количество USDT, которое вы хотите перевести. И переводим. А дальше уже с финансового кошелька мы можем их спокойно продать через P2P и перевести на карту. Кто еще не знает, как продать через P2P и как вывести на карту, в предыдущем видосе я все рассказывал. Ссылочка в описании. Так. Здесь также человек пишет, что типа, ну, а вы хотели типа пабок заработать, ждите и лучше на стейкинг забросьте. Я знаю, что на биржах, на других биржах, там прям нормальный процент. Там и по 300%, если не ошибаюсь. Я думаю, там будет выгодно поставить свит на стейкинг. Но в самом приложении я бы вам не советовал ставить. Мне кажется, это прям очень мало. 12% годовых это... Если монетка взлетит, я напомню, что вы не сможете эти монетки вернуть со стейкинга. Они будут уже в стейкинге, там образно один год. И ты ничего не сможешь сделать. Ты не сможешь их продать. Тебе надо ждать, пока пройдет вот этот период. И только тогда ты сможешь их вывести и продать. Я считаю это глупо, потому что если реально монетка полетит, сразу пам-пам-пам, продал, деньги заработал. А пока стейкинг пройдет, возможно, монетка вообще упадет уже в дно. И тогда толку тебе с этих уже 12%. Они до одного места. Так, дальше самая максимально распространенная проблема, связанная с письмом, которое вам должно было прийти на почту. У меня один вопрос. Зачем вы удаляете письма с почты? Это максимально глупо. Зачем? Рано или поздно тебе, возможно, нужно будет как-то восстановить доступ к своему аккаунту. Представь, у тебя там на балансе сейчас 15 долларов, если переводить цветы. Через некоторое время эти 15 долларов, возможно, превратятся в 1000. Но ты не сможешь зайти на свой аккаунт из-за того, что ты просто по глупости удалил письмо с почты. Напишите в комментариях, зачем вы удаляете письма с почты. Я реально не понимаю. Тем более, если это обычный какой-то спам, это понятно. Но если это письмо с активационным кодом, для чего это удалять? Хер его знает. Первый вопрос был с письмом, что типа удалил письмо с почты и не можешь восстановить и тому подобное. А второй момент был связан с тем, что типа что делать, если на почту не пришло письмо? Да, есть и такие, ребята. Значит, смотрите, здесь все максимально просто. Вам нужно зайти в SweetCoin. Короче, дальше я здесь. Здесь у меня была вкладочка, с помощью которой я дальше типа привязывал уже непосредственно свою почту. Письмо не приходит, когда ты зарегистрировался в приложении. Это письмо приходит тогда, когда ты привязал свою почту в приложение. То есть по факту тебе нужно просто привязать свою почту с этим приложением. И потом тебе уже это по факту письмо придет на почту. И тогда ты можешь дальше все делать по инструкции. Просто у меня уже нет из-за того, что я уже по факту это все присоединил и это все привязал. В Инстаграме пишут ребята. Короче, у меня проблема, смотри. У меня вот в SweetCoin 3000 коинов, как их вывести? Я говорю, а ты скачал SweetWallet? Нет, а зачем? Я в видео понятно и доступно объяснил. Скачиваем SweetWallet? И дальше они перейдут на SweetWallet. Потом ведь, ну, все по инструкции, по факту. И человек банально не скачал SweetWallet, не говорит, как мне вывести. Актуальная проблема, так сказать. Вот у меня на балансе 66 светов. И я, к сожалению, не могу вывести эти светы. Да, и это распространенная проблема. И сейчас многие мне даже в комментариях писали, Димон, я не могу вывести. Мне показывает ошибку. Что это такое? Как с этим бороться? Итак, расскажу вам вкратце, как вообще я скидывал хоть чуть-чуть светов на свой баланс. Смотрите, захожу в трансфер. Скинуть. Дальше здесь добавляю свой адрес. После чего Continue. И смотрите, здесь если взять максимум, оно выбит ошибку. Пам! Ошибка. Дальше. Даже если взять там не максимум, образно, а 40 светов вывести, так же вам никто не даст вывести эти светы. Выбивает ошибка. И на самом деле, я вообще не понимаю, из-за чего эта ошибка выбивает. Потому что, ну, по факту должно все работать. Я буквально несколько дней назад скидывал и максимальное количество там, и немножечко. Короче, я как хотел, сколько хотел, столько и скидывал. И не было никакой проблемы. И сейчас, к сожалению, появилась вот эта проблема. И я так понимаю, это у всех. Потому что многие мне писали. По факту, как я с этим борюсь. Я просто по 15, по 20 раз провожу одну и ту же операцию. Захожу, вставляю. И одно и то же нажимаю. И вот, я же говорю, после 15-20 попыток, оно как-то еще выводит. То есть, я не знаю, как это работает. Почему это работает некорректно. Но имеем, что имеем. То есть, вот опять же, вставляем. Пам. Погнали, нашло кошелек. Вставляем. Скидываем. Вы видели, сделал буквально 5, 6, 7 попыток. Было все проблематично. Вот сейчас поставил 10, все вывелось. То есть, вот прям на ваших глазах вы вот это все видели. Также и вы пробуйте. Если видите, что с первого раза не получилось, возьмите немножечко меньшую сумму. Возьмите большую. И там просто вот меняйте, меняйте, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Итак, ребятушечки, спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые Дикодраконские видосы. Пишем свои комментарии. На каждый комментарий я отвечу. Вот прям каждый комментарий я замечу. Поэтому влепи лайкос, влепи комментарий. Чем больше будет актива под моими видосами, тем больше видосов будет выходить на моем канале. Все очень максимально просто. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok